Эй, друг, привет, как твои дела? С тобой дядюшка Розе, и это канал по видеоиграм, дядюшка Розе. Привет, дружище, как твои делишки? Я взял этот скилл, ледяной шторм. Что это за скилл такой? Усиливает снежный шторм, красный скилл, который уже имеется, он его апает до фиолетового. На определенное время, в зависимости от макс хп, создает ледяной защитный барьер вокруг персонажа. Во время действия ледяного защитного барьера сопротивление оглушению и безмолвию 10% плюса. А также на 3 цели больше стал, если снежный шторм это 5 целей, то ледяной шторм это уже 8 целей. Ну, чтобы вы понимали, плюс, я начал фармить больше золота, где-то на 1 восьмую больше опыта. Выбивательная фарм способность выросла, ну и качество ответственно. Очень рад, хоть какой-то буст, потому что мы все знаем, что эта игра, к сожалению, неиграбельна для обычного пользователя, который тратит 2 часа в день без доната. Я думал, что с этим скиллом буду стоять в пламя вечностью, но тут нужен стан резист 75%, и если у вас нет точности до сраки этот стан резист, вы не убиваете мобов. Вас окружают вот эти мобы, которые станят, они все равно восстанят. Даже с резистом стана 88%, просто из-за того, что вы не успеваете убивать мобов, их накапливается много, они вас окружают, невозможно стоять. Также 6 этаж башни Крумы, возможно стоять, но не хватает точности. И вот просто все, что я буду сейчас говорить, объединяет одно, это нехватка точности. Основной стат точности, это всегда раньше говорил, и буду продолжать говорить. Без точности, имея буст скиллов, без точности смысла нет. Что в PvP, что в фарме. Скажу за скилл, он очень крутой. Дает вам щит на 5 секунд, каждые 7 секунд, образуется из льда, и он дает вам, ну там в зависимости от процента хп вашего общего, но там не написано какой процент хп. Даже возьмем PvP с мозаи, раньше когда я не имел этого скилла, а по снежного шторма, он меня убивал за 4 секунды, но теперь немножко ситуация поменялась. Но все равно, что не хватает данному персонажу, это точности. Если этот скилл дает нам возможность стоять выше локациях, как бы PvP шиться свыше буста немножко персами, чем вы, точность объединяет все, что я сейчас говорю. Также логово Антараса на сильных мобах, я не ходил в красную комнату, но обычные мобы, сильные на 4 этаже. Мне не хватало точности, но каким-то образом я попадал по мобам, там не очень сильные мобы, если вы по ним попадаете. Щит мне дает возможность там даже сейчас стоять без потери банок хп. Зары Чаденовский, вот тут Зары Чаденовский. Без щита он мне сносил очень много хп, теперь он не сносит мне хп. То бишь этот скилл дает вам выживаемость, также фарм это крутой просто скилл. Если мы маг, да, у нас есть Эльвина, к примеру, играем, потому что некоторые любят с нуля играть, вложить больше денег, ну просто это ж вы его типа вырастили. Там не приобрели на непонятных ресурсах, а сами вырастили, при этом вложив х2 денег, чем могли просто приобрести такого же. У нас есть Эльвина, мы играем с нуля, мы сначала покупаем, никогда не тратьте на вот этот сундук Ордена Славы, потому что если вы донатите, это просто бессмысленно. За Ордена, Хаос, потом Метеор и третьим скиллом, если у нас есть Эльвина, Рауль, мы берем Владычество, мифический скилл, потому что мифические скиллы работают только с картами мифического ранга. И в этом вся загвоздка этой игры. Если ты бездонатный игрок, даже брать ту точность, я смотрел по коллекциям, такие колы, которые реально закрыть, это еще плюс 16 точностей, и того будет там 297 точностей у меня. Но остальная точность закрывается правильно. Агатионы, кристаллы души. У меня на данный момент в коллекции собрано 36%, ну как бы у меня много легендарных не хватает, где-то процентов 40 красных. Очень много буста от Гачи Скарт, за что я и говорю. Там кто-то говорит, что я ною, типа в видео жалуюсь на эту игру, и я должен забить на нее. А я вам скажу, а не пошли бы вы лесом просто? Вы также, получается, ноете в комментариях, что типа я ною. А я вам скажу, просто идите лесом, проходите мимо канала, и все. И не нойте, да. Возьмите себя в руки тряпки. Не нравится мой контент? Лесом пошел. То бишь, очень донатная игрушка, на которую нужно тратить очень много времени, чтобы чего-то добиться. Там фермы, алхимия. Если вы бездонатный игрок, какое вы удовольствие получаете от игры? Напишите комментарий, пожалуйста. Мне будет интересно почитать ваше мнение и мысли. С тобой твой друг Розе. Всем до новых встреч.